Друзей, я бы сказал, что а сейчас выйдет Женя. Нет, я скажу, что это лауреат... Подожди, подожди, подожди. Теперь другим шагом выйдешь. Лауреат пяти золотых масок, премии Станиславского и многих уважаемых людей. Человек, сделавший театр в Абакане, сделавший театр в Эстонии, сделавший театр в Чехии. Евгений Ебрагимов! Здравствуйте. Очень приятно сегодня видеть вас здесь. У меня вообще такая большая честь для меня. Волнуюсь, как раненый. Призываю своих артистов никогда не волноваться, чтобы не выглядели дураками. Но иногда надо. Да, Таня? А, да! Ну, вот. Я сегодня хотел бы, знаете, кое-чем с вами поделиться. Вот это ничего, если я уберу, чтобы я не чувствовал себя мазандаранским тигром. Чтобы нас никакая четвертая стена не отделяла. Я на самом деле попробую сейчас сделать реконструкцию одной такой истории, которая, ну, посчастливилась мне маленьким мальчиком на одном игрище у нас в Карачаево-Черкесии, там, на моей исторической родине. Я уже не помню, что это свадьба была или другой какой праздник, но были скачаны. И дедушка один, только он в Галифе был, в Галифе нет у меня, а такую гимнастерочку, лишь мальчик я нашел, и шапка тоже другая была у него, примерно вот такая. Рассказывал историю, при этом помогали ему куклы, такие куклы, это на самом деле Кэми и Барби. Их делали девочки своими руками для того, чтобы они... Я вам покажу сейчас. Вот, видите, этот микрофон, третья рука была, но сейчас вопрос был решен. Вот, посмотрите, слышно меня? О! Браво, спасибо! Вот, пожилой человек, видите? И женщина пожилает уже. Посмотрите, нет лица, правда? И есть одновременно. Потому что люди же были мнительные раньше, язычники. Раз, говорит, лицо сделаем, оживет и покусает нас, или что-нибудь еще. А так, раз, видите, у дедушки фаллической высокая шея, и круглая голова, а у женщины, наоборот, знак солярный, вышитый, солнце. Просто и ясно. А материалы, это просто то, что осталось от, на живых людей, то, что шили. Вот, обрезочки, раз, девочки взяли в свои руки эти нежные, и сделали вот такую из этого красоту. И вот этот старик, я сегодня смотрел, когда брылся на себя, думал, все нормально вообще, стоит это сделать сегодня вечером, да? Вот, рассказал такую историю. Я тогда сразу... Волшебный микрофон, спасибо. Коля, браво тебе. Ну ты далеко не уходи, сейчас будет все-таки диалог, подойди еще. Возьми тогда ты девушку, я возьму. Этого пожилого человека. О, Люся, привет. Лена, привет. Мы родители. Есть? Начиналась примерно так эта история. Он говорил в следующем. О, Богом благословенная публика, послушайте. Ну, орал, конечно, сейчас у меня микрофон, чуя, 21 век. Послушайте. О, люди, кому суждено величие и счастье, послушайте. Чтобы у всех, кто сегодня пришел, все было ладно. Чтобы горе на вас не обрушились. Чтобы болезни обходили вас. Чтобы злые языки не прикасались, не лизали ваши сапоги. Пусть семьи ваши будут плодородные. Пусть земли ваши будут плодородные. Пусть дождя будет столько, сколько вам надо. То есть это можно до утра эту мантру читать. Но это фантастическое ощущение, когда человек вот так красиво, как я сейчас. Бархатным голосом. А он немножко прикрикивал, этот старичок. Работает? Можно вот этот первый трек включить, Мариночка, мне помогают волшебные. Чтобы атмосферы больше создали. Это люди делали живьем, конечно. Представьте себе, это скрипка. Общечь община. А. Все это ставит такой. Субтитры создавал DimaTorzok Однажды, когда мы давно в одном высокогорном ауле жила-была одна сфера. Дом хорошо жили, дружно. Все было бы. Дом такой, чтобы когда бы вы приехали, все поместились бы. Каждому хватило бы места. Стол был такой богатый. У вас не хватило бы. И вечером не хватило бы возможности встать и танцевать в третий танец. А самое главное, было у них уважение и любовь к соседям. Все, кто их знал, говорили о них на мыслях. Счастливые. Обладающие на мыслях. Ну вот однажды, а там должна бы грустная зазвучать, Мариночка, потому что это грустная будет история на одну секунду. Однажды вечером. Что-то неладное заметил старик. Пойду, говорит. Поговорю. Зазновушкой своей. Здравствуй, говорит душа моя. Странные вещи какие-то получаются. Посмотри-ка. Все у нас есть. Поля, табуны. Дом большой. Уважение соседей тоже есть. А вот детей нет. Она говорит, действительно, что ж ты раньше-то не сказал. И родила ему троих сыновей. Сценарий так быстро вырос, что вы посмотрите, во что превратился. Могу я вам тоже дать подержать? А вы поднимите вверх и покажите, ладно? Туда, дальше. А, а лицом покажите туда. Посмотрите, какие. Тоже все на отца похожи. Все нормально. Но они танцуют. Правильно музыка звучит. А они танцуют. Но. Да. А весна же была. Старший тогда к отцу приходит и говорит. Отец, в общем, такое дело. Не знаю, что происходит. Конкретно можешь говорить. Конечно, неудобно. А вот что? Ну, иди тогда, ищи. И пошел. Старший. Ну, правильно, по старшеству. Пошел здесь, искал. Да, искал. Да, никто здесь. Найдется у вас вот эта девушка. Нашлась случайно. Представьте себе. Посмотрите, как ему повезло, я думаю, страшно. Видно ее? Красавица в красном. В хорошую семью попала. Вскоре забеременела. Ну, как ты? Вот. Парни-то? Нет. Нормально тоже. Пять убивай. Кацуйки, не бойся. Все понимаете. Отец, тут вот какой день. Пошел дальше. У него-то давно уже на примете однобор. Пришел к родителям, говорит, ну что, сами отдадите, или я украду. Бери, говорят. И взял тоже такую красивую семью на счастье. Тоже вскоре забеременела. Младше думает, я что рыжий, что я был рыжий. Но это по материнской линии, по материнской. Так-то на отзамен похоже. С младшим он какими-то тайными знаками показал. А тут не сразу отдавали. Не сразу. Но все-таки потом поняли, что лучше отдать так. Да. Если бы я оставил, Юля, у тебя, этого человека, ну да, но тогда он переедет к ним. Не работает. Патриархальное общество. У вас пускай будет, пожалуйста. Ну и вот, то же самое. Ну и опять внуки. Ну сейчас, если я вам про внуков буду рассказывать, это же до утра можно говорить. Внуки. Благополучие. Все есть. Чудо. Красота. Слава Богу. Ну вот как-то. Ночью. Когда все спали. Спали. Они лежа спят тоже. Вместе правильно спят, конечно. Я тебе тоже спалю. Коля, вы иди, пожалуйста. Неудобно. О, о. Вам я там еще положу. Почему? Не, нормально просто. Вот так оно засыпало у него на груди. Я не раздеваю. Я не раздеваю. Я говорю, ну конечно. Ну вот. Да. И этот старик тоже спал, знаете ли. Ну как-то странные какие-то сны ему снились. Странные и тревожные. Я бы даже сказал, дурные сны. Ну а он так, видно, пока не показывал. А сам думает, что я за идиот, почему я сплю. Сейчас вижу этот дурной сон. Когда я могу выйти на крыльцо, на веранду, выкурить сигарету. Он хоть и не курил, но почему-то захотелось ему вдруг встать и выкурить сигарету. Он встал, вышел на веранду. А там снег. Первый снег выпал. Белый, как снег. Все так запорошиво, нежно. Как пух, как у Феллини, знаете, пух летит. А это снег. И он уже лег. Такая красота, такая эйфория. Он думает, Господи, все есть, закрома полны. Дети, внуки, все счастливы и здоровы. Что еще надо для хорошей старости? Вот еще Бог послал снег. Но недолго в этой эйфории пребывал, потому что вдруг заметил следы. Зрение хорошее, здоровый образ жизни и так далее. Следы смотрят прямо, издам выйдут следы. Мимо конуры собачьи выйдут следы. Вот тебе раз, думает. Хотелся на веру сбудить, потом думает, пусть спят. У нас такой обычай. Грех будить человека. Спеть можно, станцевать, но тут что петь-то? Следы свежие, а может это вор. Взял тогда, чуть-чуть вооружился, кинжал, взял и все. Пошел мимо будки, спасибо, Коля. Мимо будки этой собачьи проходят, собаки говорят, а ты куда смотрел? Он говорит, клянусь, вообще первый раз слышу, что кто-то здесь был. Говорит, ладно, оставайся, охраняй. И пошел по снегу. Шел долго, идет, прошел весь аул. Вышел за околицу, а следы не прекращаются, свежие следы. Вот как будто тут же возникает. И вот тут, когда он уже подошел к подножью горы, Люсь, молодец, смотри, вот так, смотри, сделай, прошу. Вот так. Вот, лично. Это куст, это как будто куст. Следы прервались у Кизилового куста. Сейчас этот куст вздропнет. Старик подошел, собрался. Не, он был, был не робкого десятка, но, сами понимаете, тоже с человеком невидимка. Это не так просто. Сразу вот так, с кандачка. Подошел так, раз, говорит. Ва-ха-ха! Видите, как согрогнулся кустик? А ну быстро выходи, мне плевать, кто ты? Если не подный вор и сволочь, я научу тебе. А если ты, слушай, извини, погорячился, сразу начался этого. Ты, возможно, нехороший человек, просто заблудился. Если ты не серди с ними, пойдем в наш дом, будешь нашим гостем. Не шелохнулся куст, между прочим, Люсь. Минуту 22 секунды тишина стояла. А потом из куста дыруслось. Я счастье вашего дома, дома. Ну, там же в горах выхожу. Вашего дома, дома, дома. Ухожу от вас, от вас, от вас. Поселюсь теперь вон в той сакле, на том берегу. А этот говорит, подожди, подожди. Э, подожди, что такое? Как же так? Послушай, у нас хорошие, мы Богу молимся, все делаем, как люди смотрят. А то отчего же ты оставляешь нас? В чем дело, в чем мы провинились? От счастья. Я просто капризно и навесу. Хочу там, хочу ся. Но если ты уж догнал меня, тогда говори, что оставить вам богатство, земли, скот. Старик говорит, слушай, извини, пожалуйста, я даже не знаю, как быть здесь. Я, конечно, глава семьи, мое слово самое основное, но я должен посоветоваться с семьей. Пришел главной. Здесь уже, здесь, Коля, переехали. Видишь, все остальные, это была, это же половина молодых, а мы с тобой там, раньше, теперь все вместе. Бедас, она же объединяет. Бережно разбудили всех, да. Ничего не понимают, и устали, услышали отца. Но вот он поведал, что произошло. Тогда первым слово взяла жена старика. И сказала следующее. Ты, конечно, глава семьи, и последнее решающее слово за тобой. Но если я имею право сказать, я скажу, мне кажется, что нужно оставить нашу землю кормилицу, резонно говорит старшему сыну старика. Потом пришел момент говорить старшему сыну старика. Он сказал следующее. «Отеть, безусловно, ты глава семьи и последнее решающее слово за тобой. Но если слово дается мне, то я тоже скажу. Мама права, нам нужно оставить землю». Так сказал. И вернулся к своей жене. Потом слово взяла жена старшего сына и сказала следующее. «Мне кажется, нам нужно оставить наше украшение, вот эти всякие нагрудники, понимаешь, ремни, вот эти пояса серебряные ваши, и наши тоже сережки такие, и все такое, чтобы Бог посмотрел на нас и говорил, «Ой, какие красивые» и так далее, и так далее. И умный, добавил старик. Потом был средний сын, который сказал следующее. «Отеть, вы, конечно, глава семьи и так далее, мама тоже правильно сказала, и брат тоже, и даже его жена сказала правильно, но мне кажется, все надо делать иначе. Мы вообще здесь старыми этими пользуемся орудиями труда и оружиями и все, и нам нужно новое оружие, чтобы мы могли себя начитить». И тогда отец на него так посмотрел, и все на него так посмотрели. Я согласна с вашим мнением, мама. Тогда слово взял младший сын. «Отец, вы, конечно, глава семьи и слово за вами. Мама правильно сказал, сказал правильно, брат, нам нужно оставить землю, нам нужно оставить скот, нам нужно оставить богатство. Кажется, мне». А отец говорит, «А разве ты не слышал, что мы можем выбрать только одно?» «А нет, наверное, не слышал, извините». Может, и правда не слышал. И вот слово пришло к младшей невестке, к жене младшего сына. был как раз период, когда первый год невестка молчит. Это такое очень красивое обычае. Она приходит в дом, но она молчит, если ни о чем не спросит, она хорошая, очень трудная, я знаю, правда же, обычая, но очень полезная. Она через год знает всех, с кем как, кому подойти. А здесь исключительный случай. и она даже не сказала «Отец, конечно, вы самый старший, слово за вами, и мама тоже права, и этот брат прав, и этот, и тот». Ничего такого не сказала. Не потому, что была невоспитана или что-то такое, просто времени мало уже, рассвет. Она говорит «Послушайте, мне кажется, что нам нужно оставить на мыс, на мыс это честь, достоинство, доброе имя, вот так в собирательной форме у нас ходит такая штука, и девочка знала, что говорит «А у этого аж слезы на глазах, а нельзя же, чтобы слезы». Он раз сразу подорвался и к кусту «Охей!» Хотел закричать, но он не так закричал, по-другому сказал, говорит «Послушай, счастье, возьми все, что есть у нас, ничего нам не надо, оставь нам на мыс. не надо, что я сказал?» «Счастье» да, Коля, а ты так, я сейчас сам сделаю, а «Счастье» говорит. «Ну ты даешь, старик, 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 браво тебе, старик, 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 знаешь, запрещенный прием, старик, старик, если нам мыса в доме нет, счастья там выйти не может, возвращаюсь к вам». Так и вернулось, и стали жить они еще лучше, раз в пять, может быть, или в десять. Вот, собственно, и все. Будьте здоровы и счастливы. И в финальную мы включим музыку с вами красивую. Это черкесская современная музыка. АПЛОДИСМЕНТЫ Евгений Ибрагимов. Спасибо. Спасибо. А еще? А еще? А еще? А еще? Если есть какие-то вопросы, можно... Время есть еще. Я ваш, я их только успокоил, а еще больше не обращусь. Продолжение. Потом что-нибудь? Что потом? Да, рассказывай. Только это, ну, все же, если вы... Да, что у тебя выросли? Иди, я скажу. Еще что-нибудь? У тебя еще 25 минут. О! Ну, держитесь. Слушай, слушайте. Слушай, а может быть, я поиграю вам? Ха-ха-ха! Быстро однуку сыграй, чтобы не задерживать. КОНЕЦ 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 Спасибо. Спасибо. Евгений Абрагимов. Все не просто, не просто так Здесь Женя на лов параде Где-то года два назад Мы когда были вместе с Женей в Черногории Мы вышли в скайп-конференцию И обсуждали По-моему 70-летие Виктора Луферова Он не просто так, он все это знает Не просто так Чужой человек, да И вместе с Сергеем Плотовым Мы недавно делали спектакль Вместе с Юлией Михеевой Спектакль «Неизвестное приключение Буратино» Юлечка, давай споем в конце песенку эту «Колыбель» и «Папа Карла» У меня есть Слушайте, вот я и зал А ты о себе расскажи что-нибудь Где ставишь? Что получал? Что получал? Получал, ты молоку поставил Вестерия Только ты микрофон снял? Юля была там художником Не певицей Видео Художником видео Художником Бурдамин Да, музыку писали я и Семен Якимов И сценировка Вся история Автор Евгений Ибрагимов Режиссер Евгений Ибрагимов Дай Бог, что этот спектакль Все-таки жил Папа Карла поет «Колыбель» Своему сыну Бурагим Субтитры создавал DimaTorzok 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 А нам остаётся плакать да петь. Джузема с женой Марией Поле спасти удались, И если б не это поле, То стало всё бесполезно. Листьям желтеть, Птицам лететь, Время плетётся, Нам остаётся верить да петь. Время плетётся, Нам остаётся верить да петь. И так без конца до утра, Когда просыпаться пора. Листьям желтеть, Птицам лететь, Время плетётся, Нам остаётся верить да петь. Время плетётся, Нам остаётся верить да петь. Время плететь, Нам остаётся верить да петь. Нам остаётся верить да петь. Спасибо. Я писал песню в этом спектакле Сергея Волтова, если я забыл сказать. Сказал, сказал. Олег Геймера подозревает вас. Лучше побудить, конечно, пойти. Очень грубо пить. Какие вопросы? Я тоже так думаю, у нас на самом деле... Следующее мероприятие очень серьезное. Это будет большая перестановка, саундчек. А в Жене вы можете поговорить в коридоре, в кулуарах, на крыльце, за кофе. В отделении милиции еще... Евгений Ибрагимов.